Шага Иоанна Златоустова на книгу Деяния апостольских О радости Как же скажут, Павел говорит Радуйтесь всегда Он не просто сказал радуйтесь Но прибавил В Господе Филиппийцам 4.4 Это самая высокая радость Ею радовались и апостолы Это радость приносящая пользу Она имеет свое начало Корень и основание в узах Бичевание, вгонение Кудой молве И вообще предметах скорбных Но конец ее вожделенный Рада же мирская напротив Начинается удовольствием А оканчивается скорбью Я не возбраняю радоваться Господе Но даже особенно убеждаю к тому Апостолы были бичуемы и радовались Были связываемы и благодарили Были побиваемы камнями и проповедовали Такой радости желаю и я Она берет свое начало не от чего-нибудь чувственного От предметов духовных Невозможно, чтобы радующийся по-мирскому радовался вместе и о Боге Всякий радующийся по-мирскому радуется богатству, роскоши, славе, могуществу, почестям А радующийся о Боге радуется бесчестью ради его бедности, нестяжательности, пощению, смиренно-мудрию Видишь ли, как противоположны их предметы Кто здесь не имеет радости, то чужд и скорби духовной А кто здесь не имеет скорби, тот и чужд и радости о Боге Несомненно, эти предметы доставляют истинную радость А те наносят только одно имя радости И в сущности же составляют скорбь Сколько скорбей имеет человек высокомерный Как он терзает сам себя от гордости Выдумая о себе тысячи оскорблений Питая в себе великую ненависть Сильную вражду, большую зависть и крайнее недоброжелательство Если оскорбил его кто-нибудь из высших, он досадует Если он еще не возвысился над всем и терзается Напротив, человек смиренный наслаждается великим удовольствием Не ожидая почести ни от кого Если ему оказывают честь, он радуется Если не оказывают, он не скорбит Но даже любит то, что ему не воздали почести Таким образом, не искать почести и получать их это великое удовольствие У того наоборот Он ищет почести и не получает их И радуется почестям неодинаковой, ищущей их и не ищущей Первый, сколько бы не получал, думая, что ничего не получил А последний, хотя и немного окажешь ему, принимает так, как если бы все получил Также человек, живущий в роскоши, имеет множество богатства И приобретения текут к нему легко, как бы из источника Но он страшится бедствий, происходящих от роскоши и неизвестности будущего А тот, кто приучил себя к скромному образу жизни, всегда спокойно наслаждается удовольствием Не столько огорчает его то, что он не имеет роскошного стола Сколько услаждает то, что он не страшится неизвестности будущего Всякому известно, сколько бедствий происходит от роскоши Но необходимо сказать об этом и теперь От ней сугубая брань, то есть и тело, и души, и сугубая буря, сугубые болезни И при том болезни неисцельные, сопровождающиеся великими несчастьями Но не таковые плоды умеренности От ней сугубое здоровье, сугубые блага Сон здоровый, говорит премудрый, при умеренности желудка Сирахов 31.22 Умеренность всюду вожделенная, а не умеренность напротив Например, положи на малую искру большую связку дров И ты увидишь, что уже не светлый огонь, а только дым весьма неприятный Возложи на человека очень сильного и большого тяжесть Превышающую силу его, и увидишь его вместе с ношью, поверженным и лежащим на земле Навали слишком много груза на корабль и причинишь страшное кораблекрушение Таковы плоды и роскоши Как на кораблях слишком нагружены, и происходит большое смятение пассажиров Когда и кормчий, сидящий на корме, и прочий, плывущий на нем Начнут бросать море все и сверху, и снизу, так и здесь Извергают и вверх, и вниз, и среди терзаний погибают А что всего постыднее, самые уста исполняют дело задних частей И даже делаются срамнее их Если же в таком срамном состоянии уста не представь, каково на душе Там все мрак, все буря, все тьма, большая смутность мыслях, метущихся беспокойно и тяжко И сама душа вопиет от стеснения Тогда и сами чревоугодники обвиняют друг друга, досадуют и спешат извергнуть внутреннюю нечистоту Однако и по извержении буря не прекращается, но являются горячки и другие болезни Так скажем, подвергаются болезням и срамам Но напрасно описывать это и исчислять нам болезни Бываю болен я, страдаю я Подвергаюсь сраму я, который не имею, что есть А эти живущие в роскоши, как видишь, благодушевствуют Цветут здоровьем, веселятся и катаются на конях Увы, такие слова достойны слез А кого, скажи мне, видим мы страждущими подагрой, носимыми на носилках, обвязанными И если бы они не считали для себя обидными и не приняли слов моих за оскорбления То я мог бы назвать их по именам Но есть и такие, скажешь, которые остаются и здоровыми Это потому, что они не предаются одним удовольствием, но занимаются и трудами Укажи мне, хотя одного человека Который бы постоянно угождая чреву, лежа в бедствии, нисколько не трудясь, был бы здоров Ты не найдешь такого человека Хотя бы собрались тысячи врачей, они не в состоянии избавить от болезней того Кто постоянно присыщается Потому что это противно свойству самого дела А я предложу вам врачебное наставление Не все то, что принимается в чрево, обращается к пищу Потому что и в самом существе пищи не все питательно Есть не часть, поступающая на извержение, другая на питание Потому кто, приняв ее в меру, даст ей совершенно перевариться С тем это и делается, и она достигает своего назначения Все здорово и полезно занимает свое место А излишнее и бесполезно отделяется и извергается Если же она принята через меру, то тогда и то, что в ней испытательного, становится вредным Чтобы яснее раскрыть вам это, представлю в пример следующее В хлебе есть крючатка, мука и отруби Если в жернов насыпешь столько, сколько он может смолоть То он отделяет все это А если насыпаешь больше, то все перемешивается Также вино, если будет иметь надлежащее приготовление И благовременное ображение, то в нем сперва бывает все нераздельно А потому одно обращается в дрожжи, другое в пену А иногда делается напитком усладительным для употребляющих его И это последнее бывает полезно И не скоро портится Тогда, как сначала не было ни вина, ни дрожжей Но все было смешано То же можно видеть и на море во время сильной бури Как тогда мы видим, что рыбы плавают по поверхности мертвыми Не будучи в состоянии укрыться от стужи в глубине Так бывает и с нами Когда низвергается на нас сильный дождь пресыщения Все возмущающее тогда производит то Что наши мысли, да то ли бывшие здравыми и спокойными Плавают как бы мертвыми на поверхности души нашей Итак, научившись этими примерами Как великий вред от пресыщения Перестанем ублажать тех, которых следовало бы считать несчастными И оплакивать себя за то, что следовало бы назвать блаженным и возлюбим умеренность Если вы не знаете из речения врачей, что скудость мать здоровья Я же скажу, что скудость есть мать здоровья не только телесного, но и душевного Так же внушает и Павел Этот истинный врач, когда говорит Имея одежду и пропитание, будем довольны тем 1 Тимофею 6.8 Будем же послушны ему, чтобы нам здоровыми делать то, что должно делать во Христе Иисусе Господе нашим С которым Отцу со Святым Духом слава держа во честь ныне и присно и во веки веков Аймин Аймин